здравствуйте давайте проверим хорошо ли нас слышно и хорошо ли нас видно так ждем от вас да да отлично пара минуточек еще да наверно выжидаем до подождем пару минут пока хотела спросить отпишитесь с какого города что мы имели представление да кто нас смотрит какие города а модераты наши все сейчас запишутся фиксирует нам потом передадут информацию сактовка замечательно здравствуйте так у нас по таймингу буронишь у нас тут оксана очень приятно с нами все нормально вижу подвинуть чтобы мне тоже было побольше видно ура ура надежда тоже ура москва барнаул замечательно замечательно так ну давайте еще наверно минуту да сейчас подождем алена попробуйте еще раз бывает здорово и первыми с нами пермь пермь он молодцы вообще перми у нас самые активные с перми уже двое молодцы так но я думаю начнем здравствуйте коллеги еще раз раз вас приветствовать на нашем вебинаре сегодня у нас аналогичный вебинар который мы уже проводили ранее единственное у нас будет новости по поводу черноморского побережья и с вами дмитрий и алифтина мы рады вас приветствовать сразу да по регламента пройдемся вы пожалуйста в ходе нашего диалога пишите свои вопросы мы в конце обязательно на все вопросы ответим может быть на какие-то в течение вебинара ответим и какие же мы сегодня темы затронем с вами на вебинаре сегодня мы поговорим с вами про новостройки краснодарского края с акцентами все-таки на город сочи и краснодар естественно подхватим и все черноморское побережье расскажем о политике цен на текущий момент кто же является нашим клиентам но и куда же без регламента от бронирования и до выплаты комиссионного вознаграждения новороссийск с нами у нас с нами коллеги здорово ну что приступим по поводу рынка краснодарского края в целом рынок благоприятен естественно развивается и стабильно активно развивается вот в городах в целом всего краснодарского края наблюдается позитивные и это меня радует и надеюсь радует и вас это комплексная застройка городов комплексная застройка печень микрорайонов это классный фактор потому что развивается не только да не строится ни один же к развивается микрорайоны сыра структура это детские сады и школы прочие учреждения которые скажем так благоприятно влияет на среду города вот по работе застройщиками непосредственно как застройщики работают с клиентами целом рынок идентичен взять города на пол город новороссийск краснодар регламент работы и процесс проведения сделок он похож одинаков совсем но вот единственное такое у нас отличие и скажем так катастрофическое отличие от работы и в принципе проведения сделок это у нас по сочи агентин там у вас вообще да я понимаю бардак расскажите да в нашем городе очень тяжело выдержать взятые на себя обязательства так как здесь очень много отрицательных факторов начиная от бардака незнание не исполнение не соблюдение законов аппарате местной власти и заканчивая уже наверное безответственностью в партнерских отношениях на протяжении многих лет в городе сложилась такая ситуация что на движут на рынке недвижимости города сочи сложилась такая ситуация что застройщики а зачастую это физические лица просто получали разрешение на строительство индивидуального жилого дома либо приобретали участок земли в собственность возводили на нем объект не по разрешению на строительство в три этажа допустим 5 зачастую и выше соответственно такой объект имел ограниченные на такой объект рассчитаны ограниченные технические условия ну и потом посуду уже в воде узаканивали так можно так сказать застройку и продавали делится такие застройщики такие физлица можно их просто назвать зачастую на две категории те которые как я сказала получали разрешение сначала строили потом заказывали независимую экспертизу проводили межевание и через суд все это заканивали или и реализовывали ну и вторая категория которые начинали реализацию на котловане к чему это все приводило на протяжении многих лет застройщик своему потенциальному покупателю обещал то что да по факту мы строим индивидуальный жилой дом но на выходе ты получишь свою собственную квартиру с полным пакетом документов ну вот нужно тебе немного подождать люди приобретая такое жилье на что они в первую очередь простыми словами сказать можно ведутся на приятную цену цена зачастую таких застройщиков занижена покупатель подписывает договор который нигде не регистрируется и по факту они на примере например моих знакомых они живут в доме разрешение на строительство на три этажа они живут на шестом этаже документов на протяжении четырех лет у них еще нет и непонятно когда они будут потому что застройщик решается и судебные тяжбы во вторых технические условия рассчитаны на дом в три этажа у товарищей шестой ну и как вы понимаете в период в час пик можно так сказать это утром девять утра перед работой и вечером когда необходимо готовиться ко сну им просто не хватает напора воды не рассчитаны технические условия на этот дом и это очень частый примеры по городу а второй пример это например отсутствие подключения к газу когда застройщик также говорит ну знаете вот их сегодня мне вот при заключении договора отдельно там 90 тысяч мы вам подключил газ но это будет уже позже когда мы документы получим проходит год проходит 2 тариф меняется цена растет получается что вы платите к тем 90 еще 90 лишь бы вам включили газ а это безысходность вам нужно непосредственно в любом случае как-то получите полностью весь комплекс того что что да нет всю квартиру в целостности поэтому прошу прощения текать немножко на комментарии поэтому такие застройщики они собственно по срокам сколько обычно проходит это получение от этих всех документов разрешение как это затягивается вот чтобы наши там коллеги могли там клиентам сказать что вот если вы купите вот вот столько-то вы будете ждать хочу сказать что мы с такими застройщиками в принципе не взаимодействуем наша политика того что мы работаем только с теми кто строит в рамках федерального закона и либо это уже построенные объекты имеющие полный пакет документов добавлю про третий пример что у таких застройщиков у них даже коммунальные услуги и мы жильцы оплачивают на счет бухгалтерии а бухгалтерия сама уже разносит по всем органам соответствующим и я поэтому по срокам мы даже не то что не скажу я как бы мне это и не интересно потому что это определенные риски и я не готова своим потенциальным покупателям в первую очередь вам не буду рекомендовать обращаться таким застройщиком а в связи с этим сейчас переключу следующий слайд аппарат местной власти в течение 2018 года претерпел претерпел большие изменения у нас со своих должностей и должностей были сняты порядка шести человек начиная от директора мут водоканала и заканчивая до первого вице мэра города сочи данные должностные лица выдавали разрешение на строительство там где нельзя строить либо на подключение подключали технические условия сверх нормам заявленным в разрешительной документации это это да вот в заголовке газет пестрелить да и вот на даже на презентации мы специально вам сделали такую подборку чтобы вы могли видеть 2019 года у нас прошла даже до с 18 уже прошла хорошая чистка вот именно ряда застройщиков таких небольших и многие даже уже получили достаточно достаточно весомый срок более 10 лет за что за то что они просто-напросто брали денежные средства неважно каким образом они пытались построить объект по факту денежные средства уходили не на строительство на свои нужды а город оброс просто пройти по центральному сочи город оброс вот именно долгостроями настолько он стал разношерстный что ты идешь по улице у тебя на одной из таких курортных интересных улочек там 5 а то и больше объектов именно такого долгостроя чистка прошла чистка еще ведется и бывает что и буквально еще месяц назад в новостях пестрили просто статьи о том что очередного застройщика по новостям везде показывают была история что у нас даже продавали объекты заводили сайты которые уже знают что объект не достроен да 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 у нас расскажу про этот пример непосредственно есть застройщик был застройщик они уже подали документы на банкротство о том что строится ничего там не будет другие находчивые ребята создали сайт одностоящий ник туда обращались покупатели из дальних уголков нашей страны и тем самым таких доверчивых покупателей обманули на 50 миллионов немного не мало но навредили очень даже хорошо и да и это тоже это очень свежая такая достаточная информация связи с этим со всем что это уже так массовость такую масштабность приобрела с 2019 года у нас ведется активная работа по вот ликвидации такого самостроя у нас на сайте администрации города сочи есть интерактивная карта где порядка 380 объектов по всему большому сочи включает центральный адреских хостинский и лазерский район это те объекты которые так или иначе возведены с какими-то либо отклонениями то есть либо ты у них нет вообще не подключено ни к чему либо даже на сайте водоканала есть такая информация по тем объектам который строится в сочи без соответствующих документов то есть дошло это вот до такого уровня но я думаю в принципе во многих городах так но просто случае это так настолько сейчас очень живо и активно что у нас объемы да большие и площадь большая покрытие в принципе самого города по побережью интерактивная карта включает себя те объекты которые возводятся с нарушениями либо без разрешительной документации либо с отсутствием технических условий либо в зонах где нельзя строить заповедных каких-то местах либо ближе близ водоемов без соответствующих разрешений это первый момент куда можно всегда обращать внимание второй момент и ведется есть такая активная группа которая занимается именно сносом объектов там выделено 54 наиболее крупных объекта по городу сочи и большая часть к сожалению находится именно в таком лакомом месте это эмеретинская низменность это то место куда все стремятся приехать это там где всем нравится но к сожалению именно это местность уже с 18 года подвергается сносу потому что у нас активно там сносятся дома построенные без разрешения либо к сожалению даже бывают такие ситуации когда дома построены получила велись и по решению сада суда сроком до двух лет аджерский район отзывает свое решение жители выселяют и дома сносят были такие ситуации либо сносили выше третьего этажа и люди просто на улице остаются со своими вещами а это последняя недвижимость которую они вложились больше жить собственно негде в начале девятнадцатого года был очень яркий пример когда жители просто живым щитом вышли к дому и стояли чтобы техника уехала не давали это крутили до и до журналисты приезжают с крупных телеканалов и снимают видео про это что тут творится что да это конечно беззаконие но раз такое допущено нужно все таки как-то идти на мировую наверное и жить люди же введены в заблуждение в какой-то степени да конечно это их минус что они не знают местные законы но они доверяются местному местным экспертам рынка недвижимости но не всегда как это получается зачастую пользуются чрезмерным доверием да 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 возможно в свое время когда администрация взялась за активные такие меры они не подумали не продумали насколько это экономически невыгодно ведь столько трудозатратно в первую очередь столько объектов сколько денег нужно для сноса такого количества объектов и может быть хотя продолжаются к сожалению сносы есть даже списки что и когда будет сноситься но хочется верить что это все будет пересмотренной и приостановленной и что все-таки администрация найдет какой-то выход из сложившейся ситуации и это будет как примером того вот эти объекты которые уже снесены люди которые к сожалению остались без своего жилья а ну это будет примером для того чтобы просто почиститься ряды застройщиков что хороших застройщиков станет больше ну хороших застройщиков что значит хороших который будет строить в рамках законодательства наши краснодарские туда уже есть примеры да так ну в целом наверное думаю все по сочи можно говорить постоянно и бесконечно на самом деле картина ясна там много тем затрагивается и политика и скажем так наглость застройщиков единственное просто вот скажу наверное еще добавлю от себя них пример дмитрий проживу прощения перебью пока вот вспомнила просто так сложилось что у меня в практике так как я являюсь менеджером расширенного бронирования очень много прямых жизненных примеров когда я сама непосредственно прямую виду каждого покупателя и вот про ту же эмерикинскую низменность когда ребята поехали смотреть объекты и пока я им делала подборку они решили сами поизучать местности я спросил куда вы едете они назвали определенный адрес естественно у меня в голове всплыл думал так что то тут не то нужно проверить я взяла паузу пару минут посмотрел этот объект объект находится в списке под снос звонившись ребятами я их предупредила что я не рекомендую им даже смотреть данный объект зная местных застройщиков так как ребята уже поехали не все-таки решили просто пообщаться на что застройщикам сказал да я как бы знаю у нас со дня на день суд все будет хорошо нас не снесут да конечно возможно доля правды в этих словах есть но зачем рисковать тратить свои нервы и ждать потом со дня на день а не дай бог это будет отзыв решение через суд на ввод объекта в эксплуатацию и вас с вещами выставят на улицу лучше это избежать и обратиться уже к нашей базе бизнес-стройщик проверенные объекты строится в рамках законодательства мы вот включая можно перейти наружу на позитивный рынок переход в целом то сочи это вот такой яркий пример как не нужно работать и целом краснодар если кто может был в курсе да может нет краснодар лет пять назад имел точно такую же репутацию достаточно поднять интернет статьи до посмотреть и в новостях нас показывали мы входили в топ-3 по объему долгостроев сейчас конечно эта ситуация исправлена до благодаря и органам власти и непосредственно профессионализму нынешних здесь застройщиков то есть ситуация складывается в следующем в краснодаре было введено по итогам 2018 года в эксплуатацию порядка двух с половиной миллионов квадратных метров это очень огромный объем да если мы сейчас посмотрим базу in market pro нас там миллион триста практически миллион триста пятьдесят квадратных метров жилья в краснодаре были созданы еще так скажем 16-17 годах инициативные группы по отслеживанию и мониторингу проблемных объектов это все естественно влияет на позитивный рынок да и рост скажем так рост того строительство которое можно смело покупать даже не приезжая на объекты да то есть клиентам из других регионов если братья 2016 2017 года начало 2018 среднем у нас было 214 примерно 214 250 долгостроев или проблемных объектов вот они были также занесены в реестр размещенном муниципальном сайте сейчас же это цифра чуть более статом 108 и 107 где-то там приблизительно вот то есть вы видите как из грязи практически на 100 проблемных объектов рынок избавился от этого тяги скажем так сейчас же у нас еще законную силу вступает федеральный закон до новые то есть который гласит что фонды теперь будут доставить долгострои до проблемные объекты будет заниматься фонды это очень круто вот по итогам прошлых двух лет 76 объектов у нас было достроено долгостроев 76 сейчас же они также достраиваться либо проведена работа застройщиками непосредственно сами застройщики где-то позаимствовали деньги до инвесторов подключили и достраиваются объекты никто не хочет терять эту нишу уходить но к сожалению да есть и такие у нас случаи что строчке уходит с рынка не выдерживает конкуренции не выдерживает изменений каких-то в рынке носа а в юг которые 2000 конец 2017 года решили перестать работать как девелоперы начали позиционировать себя как инвесторы и сейчас до них есть переданные моменты они их реализовывают в целом я как отмечал чуть выше ранее самым такой для меня приятной новостью но не новостью скажем приятным фактом это остается комплексное развитие микрорайонов краснодар анапа новороссийск до развиваются новые микрорайоны в городе вообще у нас краснодаре запрещено строительство точечное центре восстановление местного муниципалитета это правильно город перегружен пробками вот а развитие новых микрорайонов это новые рабочие места непосредственно инфраструктура детские школы сады сразу отмечу в краснодаре проблемы с школами детскими садами но эта проблема год-два она решится потому что уже сейчас большой объем идет стройки непосредственно учреждений да там до школьных и школьных образовательных учреждений вот примерами яркими примерами такого позитивного до развития микрорайонов это у нас рома экстремент микрорайон красной площади можете посмотреть у нас на сайте это будет группа литеров порядка там 30 литеров то есть полностью развит микрорайон это будет школа два детских садика до развивают прогулочные зоны зоны для отдыха с детьми до молодым матерям спортивные зоны кстати в краснодаре очень популярно да у нас есть и постановление к сожалению не помню какого года кажется это было перед олимпиадой 2013-20 год было постановление муниципалитета что в каждом микрорайоне в каждом жилом массиве должна находиться спортивная площадка где люди могут заниматься спортом вот непосредственно нас один из ярких примеров вкб новостройки он у нас строит в регионе анапа новороссийск геленджу скажем так краснодар вот строят у нас и в ростове да то есть выходит на федеральный уже уровень это массовая застройка микрорайона да это будет так скажем бюджетный сегмент это блочное строительство но это идет с ремонтом под ключ то есть люди которые желают приобрести квартиру от переехать уже жить это идеальный вариант потому что это бюджетный вариант и ремонт под ключ не затратно замечательно объем лидеров позволяет выбрать разные сроки сдачи там можно сейчас прям с данный найти естественно по ценнику будет дороже да можно будет найти уже с отдаленным сроком сдачи и идеально вписаться в свой бюджет у нас есть такие примеры там семья застройщик реализовывает комплексную застройку там микрорайона светлоград там сейчас уже достраивается школ с сентября она должна уже запуститься полноценно вот все это непосредственно и влияет на позитивный рынок и влияет на то что к нам едут к нам активно едут люди с других регионов потому что краснодар стал более стабильным если брать другие города там анапа там также наблюдается тенденция позитивного роста и и скажем так роста профессионализма у девелоперов вообще застройщики непрофессиональные ушли с рынка по крайне краснодар она по остались профессионалы либо маленькие группы компании точнее маленькие компании которые объединяются в группы и вот они начинают уже рынок поднимать и это действительно сразу этот факт наблюдается застройщики нас выходит на федеральный уровень на 9 юг у нас замечательно укрепляет свои позиции в других регионах молодцы ребята вот наблюдается процесс я же говорил объединение групп компании там метрикс у нас из трех застройщиков объединились в одну группу компаний и довольно таки успешно реализовывать свои объекты и вкб новостройки кстати буквально на прошлой неделе вкб новостройки наградили очередным очередным там званием она в очередной раз очередной год подряд занимает первое место в его по реализации своих квартир до по количеству реализованных квартир вот рост краснодарского края позитивный есть везде абсолютно во всех городах вот то есть он и в сочи я это точно знаю что он есть потому что все плохо не может быть где есть плохо там есть хорошо лифтин вот скажи вот какие позитивные скажем так факты ты видишь вот сочи и где их можно найти в этом городе сочи да не обращая внимание на вот этот весь негатив да конечно на общем фоне недобросовестных застройщиков ярко выделяются те кто возводит свои объекты соблюдая все условия строительства выделяются мне уже более высокой ценой соответственно полным пакетом документов цене уже заложены все расходы которые в городе сочи гораздо выше среднего а так сейчас я сразу немножечко перелистаю но прошу прощения вот открыла динамику цен по городу сочи такие застройщики есть они строй тоже комплексно начали строить комплексно и они непосредственно строят и полные жилые комплексы со своими садиками и школами реализованных полноценно таких еще нет они находятся на стадии реализации но они тоже приходят в сочи но с учетом всех вот этих факторов особенности рынка недвижимости города сочи средняя цена на которую можно ориентироваться на которую необходимо ориентировать своего покупателя как вы видите с таблички это 100 тысяч за квадратный метр и я взяла среднюю цену по всему большому сочи это центральный хостинский лазаревский адлерский район если брать конкретно какой-нибудь центр города сочи то тут даже на котловане вы что-то более-менее адекватное найдете за 130 за квадратный метр поэтому для правильной генерации для правильной консультации в первую очередь обращайте внимание на этом привела рост цен по хорошему комплексному застройщику жека семейный строится он в лазаревском против спокойном месте срок сдачи у него середина 2020 года комплексная застройка 11 корпусов со своей поликлиникой обращаю ваше внимание детским садом парковочными местами детскими спортивными площадками и вы видите динамику цен тут естественно у нас показатели майские нашего первого вебинара но динамика хорошая и во-первых активное строительство во вторых даже например со своим уже покупателем с которым мы покупали студию в декабре у этого застройщика перед новым годом он взял ее за миллион восемьсот еще боялся брать побольше я говорила берите больше пока есть возможность в плане того что пока цена еще приятно а созванивались мы с ним буквально вот в мае и он спрашивал лифтина как там строительство я говорю динамика положительная выслованы фотографии и говорю ваш квартира на текущий момент стоит 2400 обрали бы ее за 8 за миллион восемьсот то есть тут я в таблице привела средние показатели и цена растет не варьируется и середина сдачи обращаю ваше внимание середина 20 они сергина срок сдачи середина двадцатого года то есть это даже не конец девятнадцатого вот поэтому хочется сказать что наверное город сочи он в нем в первую очередь покупают не квадратные метры а все-таки вид на море то есть на море либо на горы даже если покупатель вам скажет да мне вид не не важен да мне до в доморе без разницы сколько нет по факту когда мы ведем активную работу когда идет подборка объектов в любом случае да конечно все упирается в бюджет покупателя но покупатель всегда желает по итогу хорошую локацию видовую локацию желательно там шаговой доступности до моря но это как ни крути и поэтому даст застройщики и собственно завышают порядком цены в тех локациях вот были буквально с коллегами три недели назад на экскурсиях по очередным застройщиком города и один из таких застройщиков на котловане в курортном в курортной зоне где до моря наверное пешком минут 15 поров на местности а сочи то горный город на котловане он уже 130 за квадрат как я говорила замечать это это только вот в прошлый месяц естественно ежемесячно цена растет локация не очень такие лакомые без парковочных мест с тяжелым въездом но тем не менее он знает что он продаст ее потому что для вот именно для тех кто инвестирует это самое то связи с ростом цен наверное цены достигли уже некого предела вот такие двухмиллионники они смещаются как раз таки как я говорила в лазерское дальше пошли по городам черноморского побережья в сочи что-то нормальная студии например с документами можно взять вот от трех тысяч и выше пожалуй миллионов рублей и поэтому мы уже взяли на себя задачу еще при первом вебинаре что мы в течение лета взяли такой большой период полностью изучим а и заведем нашу базу больше новостроек по всему черноморском побережье как я сказала так как порог вот именно двухмиллионников он смещается от сочи то есть это лазерская пожалуйста рассматривайте туапсы она по новороссийской геленджик там очень много хороших комплексных застроек мы буквально с дмитрием двух недель вернулись из командировки по этим прекрасным городам и мы вернулись с положительными новостями для вас у нас есть список вот он рабочий список то есть это как бы вот уже выходит я вам сейчас вкратце об этом расскажу даже расскажу про динамику которая произошла уже за этот месяц мы за текущий месяц увеличили объема квадратных метров по черноморскому побережью на 100 тысяч то есть если мы с вами говорили в мае о том что планируем как минимум в два раза увеличить то на тот момент это было 240 тысяч квадратных метров недвижимости по черноморскому побережью сейчас она уже превышает 320 и объекты постоянно заводится это благодаря комплексного да и вот например по геленджику у нас будет добавлено порядка трех минимум застройщиков это те объекты которым с которыми уже на текущий момент согласован регламент идем на подписание договора геленджик он такой тоже город достаточно специфичный он как немножко как сочи потому что там очень много именно строительство не в рамках 214 фазе поэтому по геленджику мы пошли следующим путем мы подобрали для вас объекты которые уже построены и реализуются по договору купли-продажи у которых нет проблем с инженерными естественно да и сводом в принципе чтобы обезопасить себя такие крупные застройки как жк черноморский 2 жк жуковский застройщики причем строят не только в геленджике вот еврострой который строить черноморский 2 он строит и в анапе жк черное море да схема та же они сначала строят потом вводят и после ввода мы дождемся когда они ведут мы также выведем их объект уже по договору купли-продажи жк черное море в анапе на наш сайт потому что мы были там мы видим динамику там постоянно ведутся работы это много литеров это большие комплексные застройки и по строительной компании кристалл которая строит жк жуковский в геленджике они буквально в конце прошлой недели я с ними общалась они готовят пакет документов уже даже его подготовили по жк авроре 2 в новороссийске тоже ждем естественно что-то будет дальше и естественно уже с ними налажено сотрудничество если это брать новороссийск то это минимум шесть объектов который будет заведены в базу в базу нашу начиная от жк классика нашей строительной компании семья с которой мы уже взаимодействуем по краснодару вот они будут также на заведены это помимо того что уже есть жк кутузовский на стадии переговоров у нас находится планируем жк синее море золотой берег парковый таких комплексов очень много не все идут комплексные застройки и будут появляться в течение ближайших месяцев и естественно по регламенту это надо будет отдельно проговорить потому что нашего присутствия мы сделаем еще один вебинар по новым застройщикам именно вот конкретно по ним потому что они все разные и нашего присутствия в этих городах нет нужно понимать определенные риски и про не могу не сказать про анапу анапа меня просто поразило анапа флагман у них очень много застройщиков очень много крутых которые строят именно вот опять-таки комплекс на застройку да но они застраивают целые объекты и причем и там есть как и канал да дмитрий как так комфорт и мы были видели загородные вот эти вот клубные объекты камерные для тех кто хочет приехать из большого суматошного города вот в такой там down house утреш парк да например утреш парк резиденция анаполис которая у нас есть уже на сайте утреш парк находится на заведении также пришел туда застройщик рпс development holiday house строит с ними также у нас ведутся переговоры на заключение договора у них тоже комплексная загородная застройка то есть она там если она по нам все-таки дает больше разного жилья по уровню застройки комфорт ну да там да 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 и эти объекты они еще не выведены повторюсь у нас буквально на сайте там потихонечку добавляются это кропотливая большая работа по сбору всей информации по согласованию договора и регламента регламент который должен себе внести такую фразу что клиенты если вы не присутствует если наши агенты подключены к нашей базе не присутствуют в городе объекта кто клиент будет без нас и чтобы он был как бы в любом случае закреплена то есть говорится именно фиксация клиента да чтобы мы не переживали что клиента когда-нибудь позже приедет и мы его потеряем поэтому это сложная работа договориться с застройщиками непосредственно но вот я тоже присоединился на коллектив тени мне больше всего она понравилась потому что там застройщиками приятно взаимодействовать они сразу подключаются они очень любят свои объекты да если где-то приехать бывает другим застройщикам то можно наблюдать картину что в принципе ну да мой мой объект мы продаем а здесь они прям душевно подходят вот и шпарк которым сейчас на заведении один из ярких примеров у нас встретили на сразу поехали показывать его пошли показывать рассказывать что здесь да будут там теннисные корты непосредственно будет они вот говорят мы сейчас вот сделали зоны барбекю прогулочную аллею велодорожку да у них там рядом речка потекает лесополоса и не там делают зоны барбекю для своих клиентов и это не было заложено у них это просто когда у них покупали непосредственно тонхаус и люди предлагали им эти инициативы они слушают то есть и говорят вау круто мы это сделаем и не реализовывать эти проекты и это действительно классно да застройщиков у нас по анапе планируется вот сразу опережу вопрос это при таких минимальных ожиданиях 7 а у каждого из этих застройщиков у них там по несколько объектов просто проговорю нет некоторые из них это тот же best work времена года апартаменты лайнер развитие южный квартал большой строй это бд инвест горбит горгипи у нас есть вкбш на есть будет планируется еще горгипи морская лазурный еще очень много объектов от группы компании гск то есть работа по ним ведется ну и соответственно мы вот потихонечку их уже начали добавлять базу замечательно теперь чуть-чуть да мы поговорили о новых объектов которым мы добавим базу и о цене самое приятное по цена если у нас клиенты желают приобрести более такой скажем так развитые города по развитию инфраструктуры социальной среды и все-таки краснодар да как альтина сказал флагман этого да то ценник тут намного приятнее чем сочи это понятно краснодар не курортный город но цена все же скажем так центре квартиру чтобы приобрести но это минимум от двух 200 надо иметь вот однокомнатная квартира в центре это 2200 меньше не найдет клиент начитавшись там может быть каких-то объявлений до его или обратившись скажем так с целью купить вторичку тогда да может быть но по новостройке от двух миллионов и выше в целом видится цен да если мы берем черноморское побережье то там ценник чуть будет выше порядка несколько сотен тысяч двести-триста тысяч зависимости от района непосредственно технологии строительства и немаловажный фактор влияет это также престиж застройщика вот если ваши клиенты желают приобрести квартиру скажем так в курортной среде непосредственно чтобы приехать уже и отдыхать может быть у них есть уже бизнес там либо финансовая подушка неплохая до выбираем сочи если по бюджету у них чуть похуже то добро пожаловать она по геленджик новороссийск скажем так новороссийск не совсем так прям курортный город вот есть там свои минусы это все-таки город порт да это цементный завод но все же там также реализовывается комплексная застройка и довольно таки хороших объектов непосредственно и видно объектов так что она по более скажем так это город курортный все таки вот поэтому ценник там будет чуть подороже чем краснодаре если мы рассматриваем непосредственно переезд клиента как учеба работа то это город краснодар и по ценам непосредственно можете посмотреть у нас на сайте все цены вот что еще такого рассказать самого позитивного и приятного с динамикой цен цены растут если у вас есть инвесторы они будут очень рады реализовать приобрести потом реализовать свои объекты потому что во все города приезжают люди и скажем так большое количество по краснодару по итогам 18 года 62 процента это как раз таки люди из других регионов приобрели недвижимость 62 процента вы только вдумайтесь да у нас каждый там да где-то каждый второй каждый третий это люди с других регионов это люди с сибири там с урала вот непосредственно местных порядка десяти процентов которые приобретают недвижимость в городе краснодаре либо другие города в основном то все-таки прежде поэтому если мы желаем купить недвижимость более развитом городе это у нас краснодар если курортные города с бюджетом все хорошо сочи налить и нас запросто вашим по клиентам поможет и расскажет теперь дам расскажем больше о клиентах тоже все таки наши клиенты и самое главное а мы еще нам расскажем с какой целью собственно клиенты могут приехать к нам и что они с этого какие плюсы по имеют на примере у нас если клиент это инвестор как я говорил это динамика роста цен в среднем цены у нас по краснодару от полутора тысяч за метр квадратный растут алифтин у вас по сочи сколько средний от двух с половиной до пяти вообще замечательно по аренде да это скажем только краснодаре аренда начинается средний показатель от 10 тысяч рублей за месяц это от студии но и пошли выше там однокомнатные среднем 15000 там двумя на 30 плюс вот но самый лакомый кусочек по аренде это конечно в сочи сочи для тем что у нас там по аренде в сочи так по сочи по аренде как вы видите у нас цена гораздо приятнее за студию даже от 18 и выше пошли все зависимости от района я опять-таки брала средний ценник по всему большому сочи также хотелось бы сказать что среднесуточный ценник это от полутора до трех тысяч в зависимости от локации по суточной да конечно тем более в сезон это очень активно хотелось бы добавить пару слов про клиентов переезжающих на постоянными меняющих локацию на постоянное место жительства пожалуйста ориентируйте своих покупателей что город сочи это все-таки курортный город как ни крути город предоставлению услуг и город живущий в первую очередь именно хоть и он да он курортный и в летний период и в зимний благодаря красной поляне но тем не менее все таки местное население зарабатывает большую часть своих денежных средств в летний период поэтому для переезжающих город сочи на пмж очень в первую очередь комфортно тем кто либо уже имеет какой-то постоянный социальный статус устоявшийся то есть это люди возрасте которые готовы отдыхать и жить в свое удовольствие а если это молодежь и более динамичное население которое растет и развивается им любом случае потребуется какая-то хорошая финансовая подушка хотя бы на первое время потому что средняя зарплата по городу сочи в межсезонье она варьируется 25-30 тысяч рублей но это среднее значительно меньше краснодара если брать краснодар 34 тысячи рублей среднюю зарплату нас ну ну тут тоже все зависит от город сочи вообще в принципе город агентов у нас очень много в первую очередь агентов и потенциальных покупателей вот по ним конечно можно отдельно делать табличку я даже не учитываю это про именно про общее вот население как я уже говорила город предоставление услуг это обслуживающий персонал как ни крути город сочи попадает под эту категорию на все сто процентов по поводу инвесторов по поводу инвесторов это да к нам очень здорово к этим с этим ехать и приобретать у нас потому что у нас очень много на текущий момент строится именно таких apart отелей с высокой доходностью которые есть которые уже заведены нашу базу есть которые еще заводятся где на выходе вы получаете готовый бизнес по сдаче вот именно этого своего номера в отеле и еще и получаете за это деньги не ежемесячно не прикладывая к этому никаких усилий и отель берет на себя все управление вашим номером у вас хорошая доходность за стандартный там номер отеля ежегодно при средней загруженности в 60 процентов покупатель может там эти места тысяч иметь в год но такой конечно номер на текущий момент стоит там порядка семи миллионов это я говорю про апарт-отель адажа ли раунд сочи он находится в догомысе это реставрация бывшего олимпик отеля и он в середине 20 года будет введен и взят он непосредственно такой крупная компания как аку аккор хотел это отель пульман меркри хаят вся их сеть то есть это высокий уровень и по их примеру у нас будет базе заводится на текущий момент еще несколько парт отелей естественно все на своем на разных уровнях по возможностям покупателей и я переживаю ваш вопрос очень часто так как к нам зачастую приходят инвесторы они спрашивают и про услуга съешь сервиса а у нас не у каждого застройщика есть возможность предоставить такую услугу это либо наемный ну либо если уже переходит управляющую компанию управляющий компания берет на себя такая услуга стоит 20 25 процентов от что туда входит полностью сдача вашей квартиры полностью обслуживание уход поддержания до состояния более для клиентов из других регионов не нужно постоянно присутствует передал и не беспокоишься об этом да причем сейчас за счет того что город так а вроде бы строить то негде у нас город горный город у нас на это нужно обращать внимание что если брать тот же радлерский лазаревский хостинский район они посетки хотя тоже такой немножко горный все-таки центральный сочи он более такой гористый город тем не менее сюда очень едут очень много едет именно жители из разных уголков нашей страны мы разбавляем местные контингент местный колорит и город растет и приходит соответственно новый уровень застройщиков кстати про них я даже не сказала что к нам пришел хороший застройщик краснодарский вот добавлю пока не забыла строительная компания неометрия с ними мы сотрудничаем по многим городам и включать теперь и сочи они строят хороший комплекс жк фрукты в адлере и обращаю ваше внимание что там у них на стадии еще только бронирование было это в мае месяце 95 за квадрат сейчас они уже вышли на регистрацию договоров договоров просто если у них уже ценник выше становится и комплексно 9 домов будут строить в хорошей локации веселым пожалуйста обращайте на это внимание и будут они строить и дальше и будет еще вам буты зависит да это показать замечать замечать в них я не сомневался на самом деле застройщик зарекомендовался на рынке да вот про наверное как-то это размахнулась и лучше расскажи про жизнь в сочи да в принципе работа да мы затронули тему что там все-таки сфера обслуживания и это курортная сфера обслуживания но все-таки есть же я так понимаю и другая работа либо в межсезонье город все-таки замирает и как я сказал город сочи он не лазарист ну не район не отдельно я говорю сейчас про центральный все-таки сочи он и летом и зимой он активный и тот же адлер и сам сочи потому что у нас зимой приезжают именно красную поляну естественно и сочи живет мы у нас нет такого не мертвого сезона правильно сказать когда все замирает в межсезонье да это большой плюс безусловно нашего курорта но и ценник от этого становится выше естественно есть работа как я уже сказал о сфере предоставления услуг на текущий момент вот это наверно максимально что я могу сказать потому что это наверное главное ну тогда чтобы понимали что если образно на подытожить что у нас сочи это все-таки курортный город люди приезжают туда отдыхать не работать люди приезжают уже которые имеют бюджет вот если мы берем такие города как краснодара то здесь пожалуйста можно приезжать учиться у нас некоторые застройщики представляют хорошие там возможность для студентов приобрести бюджетные варианты вот можно приезжать работать в краснодаре очень не хватает скажем так профессии как врачи айтишники маркетологи рекламщики узко специализированная направленность да этих профессий не хватает есть мнение что в краснодаре не местных не берут на работу нет это не так я сам являюсь свидетелем того что если работодатель стоит перед выбором не местный эксперт да какой-то профессионал в своей сфере деятельности и местный житель до обладающий непосредственно какими-то там навыками то всегда возьмут не местного потому что скажем так граждане которые здесь родились живут они чуть-чуть заточены под рукой все-таки краснодар самая благоприятная сфера это продажи и здесь все занимаются продажами продают все это по всему краснодарскому краю в принципе краснодарский край у него лидирующая сфера это продажи вторая у нас идет эта сфера непосредственно обслуживание это связано с курортным до курортной средой краснодарского края вот так что если у вас клиенты желают развиваться скажем так приехать на новое место жительства до с целью найти новую работу это краснодар краснодаре профессионалы всегда работу и с высоким заработком да как я и говорил ранее 30 тысяч 34 тысячи точнее сейчас я вот уточнил данные 34 тысяч это у нас средняя заработная плата по городу краснодара скажем так развивается город в принципе очень активно развивается спортивная скажем среда культурная среда то есть приехать может абсолютно любая категория населения от студентов до людей уже находящихся там в пенсионном возрасте они здесь всегда найдут чем заняться смогут обустроиться но скажем так когда люди уже выше среднего возраста здесь более тяжело найти работу и она будет менее оплачиваем вот скажем так как культурно-спортивной среде краснодара все мы знаем все наверно слышали видели это стадион краснодар на парк галицкого это наш меценат нашего города который сам средства отстроил такое огромное красивое архитектурное сооружение на вот то есть краснодар постоянно развивается если мы берем города на по-принципе новороссийск там более все таки курортная среда но она поболее лидирует в плане того что там есть работы и в межсезонье там также есть и она по такой детский курорт можно сказать очень много детских пляжей там есть и торговые центры и компании где можно работать и айти маркетологи продажники рекламщики все там это есть то есть работу найти там можно если брать скажем так профессии да и специальности инженерных то это больше будет ближе к новороссийску отчасти затронет краснодар то все таки есть у нас скажем так небольшие заводы в основном это фабрики там производство пвх производство каких-то металлоконструкций вот также в новороссийске это у нас порт самый крупный это производство цемента завод по производству цемента поэтому там также работа есть геленджик геленджик я думаю только к сочи аналог сочи да как ты считаешь да да только камерный аналог сочи потому что такой закрытый в бухте да ну это второго это маленькая рио-де-шанейро такая маленькая булточка вот в принципе также курортный город межсезонье город умирает там нету такого такой возможности как сочи на летом покупался на море зимой поехал покатался на лыжах на вот там такого нет поэтому межсезонье город вымирает работа там не есть но с ней дефицит это сразу прям ну вот наверное плавно нам пора переходить к регламенту что касается регламент дают я любитель поговорить тем более про краснодарский края совместно все краснодарцы все кубанцы любят поговорить о нашем краснодарском крае вот непосредственно про регламенту несколько небольших таких советов да и как работать в целом с клиентами первично осуществлять консультацию благодаря нашей базы то есть поймите клиент теплый до следами тяжелее работать не то что мы говорим мы следами не работаем нет с ними тяжелее работать вы просто потратить свое время наше время клиент равно сольется то есть клиента поймите какой он город вообще выбрать потому что есть я хочу приехать на краснодарский край я хочу там сочи но не понимает специфику что в сочи цены очень высоких да он приезжает залив тины начинает искать 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 и в итоге он идет покупает на этом потом снесется или вообще или ванапе да 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 замечательно поэтому предварительно консультируем клиента непосредственно первичный да в любом случае нам предупреждаем клиента при постановке брони клиента предупреждаем что с ним свяжется ваш партнер который находится в этом городе регионе это обязательно потому что бывают случаи когда мы звоним клиент вообще не понимает кто мы и что мы да кстати по поводу сочи сразу я скажу еще наверное нашу специфику региона что все объекты которые строятся на текущий момент сочи строится просто это чтобы было понимание строится без заделки вводится свободной планировки и у нас очень мало таких объектов которые полностью распланированы или вообще есть ремонт а вообще шоу-рум для сочи это как бы ну извините это 12 застройщика да и просто обращая обращаем внимание что в сочи есть дополнительный расход это установка двухконтурного газового котла про которой я вначале говорил про газ вот тут вот есть такая специфика что каждый застройщик отдельно взимает еще за это деньги юридические услуги у вас юридические услуги по-разному зависимости от застройщика тоже вот не а метрия фрукты которые у них есть порядка 30 у кого-то 20000 кто-то в без все по-разному работают при обладает более причастовая отделка на самом деле квартиры с ремонтом давайте вернемся к регламенту что нужно чтобы поставить бронь непосредственно выбираем если выбираем краснодар то регион краснодар если это черноморское побережье правом верхнем углу черноморское побережье ставим предварительную броню по объекту который заинтересовал клиента до который подходит по стоимости расположения либо хотя бы локация либо локация да 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 если ставите бронь нужно сразу клиента фио спрашивать и когда он собирается приехать один немажный немаловажный факт зачастую ставит брони когда клиент при через полгода он получает обычную информацию давно это там пытаемся отследить чтобы он без нас там никуда не снулся но сами понимаете это практически скажем так нереально и маловероятно с такими объемами строительства с такими объемами застройщиков и факторов предложения на рынке да и вот сразу в клинию смотри еще с учетом того что например в том же сочи очень часто застройщики очень тяжелые именно на согласование регламента и у них еще присутствует такая практика кто клиента привел того и тапки то есть не важно что ты взял там полгода да и консультировал и полностью информацию предоставил и тут всякое бывает случилось приехал потерялся какой-то агент передернул и все то есть да наш клиент это когда клиент приедет ну месяц максимум да там он первичным оценивает все он собирается приехать определенные даты какие-то вот это наш клиент с ним можно работать с него ему можно продать объекта если это клиент который приедет когда-то через два три месяца там несколько фактов вероятность что он просто оценивает любопытно ему да я чуть ниже расскажу что у нас новый такой есть стайл клиентов это приехать покататься на экскурсии вот любопытно ему вы потратил ваше время наше время да и вы не заработали на этом поэтому клиенты если приходится такой информация что два там три месяца мы проконсультировали благодаря нашей базы говорите то без проблем давайте ближе к этому времени мы поставим бронда и уже поедете посмотрите и сразу этому факту да скажем так в любители покататься по сочи еще у нас есть такой момент что клиенту нужно предупреждать что транспортные расходы по городу сочи клиент берет на себя связи с чем это связано они приезжают катаются смотрят объекты и уже им просто интересно посмотреть сочи посмотреть объекты вот не факт что они вообще купит в сочи да поэтому клиента нужно предупредить это конечно не гарантия того что действительно клиент будет оплачивать до такси но там грубо говоря там сколько замер такси прокатиться 23 объекта посмотреть 200 300 рублей 200 300 рублей это для клиента который покупает квартиру с очень напомним минимальная цена за квартиру какая у нас будет от от ста за квадратный вот стал за квадрат 200 300 рублей а с чем мы работаем для него это немного вот когда вы поставите брони менеджер расширенного бронирования свяжется с вами непосредственно вам нужно обладать вот информации пио клиента так когда он собирается приехать посреди после этого уже непосредственно менеджер работает с самим клиентом и вас уведомляет о каждом своем шаге то есть созвонился с клиентом поедем на показ таких-то объектов это дублируется звонком и также отражается в личном кабинете все это вы можете видеть в личном кабинете после того как клиент уже непосредственно приобретает но тут у нас чуть-чуть есть скажем так разбег по регламенту потому что по сочи это одна схема до взаимодействия с клиентами и выплат комиссии у нас чуть краснодаре другая но в основном после того как клиент приобретает застройщики нам передать денежные средства непосредственно у вас личном кабинете появится акт который вы уже подписываете и с местным представителем про ему передаете в принципе все это основной такой регламент основной весь порядок если возникают там какие-то вопросы то вместе с нам можно перейти на вкладку нужного региона и напоминаю там в правом нижнем углу у нас есть на контакты мы всегда рады проконсультировать нам коллеги звонят с разных регионов мы всегда отвечаем им то есть и даем разъяснение вот ну в принципе это все основные самые важные факты я естественно по сочи хочу подчеркнуть что мы по сочи и по черному по по сочи мы работаем по расширенному бронированию только по этой схеме то есть это полное сопровождение клиента от консультирования подбора объекта до забрать договор с регистрации отправить клиенту экспресс-почты если он не приехал это все ложится на мои плечи поэтому соответственно и комиссионные вознаграждения от этого меняются то есть просто я мне кажется предугадываем вопрос о том что у нас в принципе по черному бережу по сочи в первую очередь и очень хорошие комиссионные вознаграждения и даже видя нашу тарифную карту вы понимаете что даже получая то комиссию сидя в своем городе вы получаете хорошую комиссию а в среднем кстати по анапе новороссийску и геленджику варьируется от 2 до 4 до 4 средний показатель 2 и 5 3 да вот это будет самый средний показатель непосредственно город там геленджик там комиссия чуть меньше 2 2 и 5 не там анапа у нас идет чуть повыше и новороссийск среднем держится почему так но это связано еще с площадью застройки и объемом предложения на самом деле конкуренции наверное придем к вопросам да сейчас по отмотаем наш непосредственно чат почитаем что у нас за вопросы будем отвечать да мы сейчас еще и вопросы так ссылку на группу алифтина это на группу я имею ввиду скорее всего имеют ввиду администрации то что где перечень объектов я так понимаю ссылку на группу татьяна фадеева что повыше татьяна написала может быть что-то нет это как раз таки когда ты говорила о сносах объектов вот эту ссылку на группу татьяна фадеева спрашивает татьяна фадеева вам нужно будет тогда в рабочие дни это завтра послезавтра прозвонить алифтинии опять же повторяюсь переходим вкладка верхний правый угол черноморское побережье снизу внизу точнее справа будет непосредственно и контакт прозвоните уже менять интересующей информации запись будет этот и в конец прям пришел так 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 нас тут сбивается вы пишете у нас ну вы пишете да это действительно мы пытались приобрести квартиру было очень удивляю как будто не в россии пишет у нас надежда да на самом деле сочи в принципе по жизни не только девелопент вообще он отличается от законов россии другой город можно сказать так обособленное государство обособленное государство чем домовском побережье так что у нас еще здравствуйте можно ссылку на фазе на ссылку это про какой именно фазе который говорит нам о том что теперь будут строить фонды доставить юля вам нужно будет посетить наш отличный журнал сейчас модератор метки похвали называется magenta там полностью об этом рассказано почитается там очень много статей и очень полезно каждому в принципе агенту я сам там постоянно сижу читаю новую информацию сразу хотела бы уточнить если у нас это у нас модераторы ответили молодцы по коммерческой недвижимости она спрашивает ирина якушина если неправильно фамилию прочитал то извиняюсь заранее коммерческая недвижимость преобладает у нас краснодаре в сочи в сочи заводится но я не так много но она есть краснодаре есть а в сочи есть по остальным городам на она покинучка новороссийск естественно тоже планирует будет это все но чуть позже сначала жилое жилье потом комикс у нас такой сейчас как бы даже более водный вебинар а чуть позже наверно уже надо будет более детализирование детализированного делать когда у нас эти объекты будут выведены мы тогда уже и про коммерцию скажем естественно так так еще раз это мы прочитали бады вместо татьянов спрашивает туда у бады инвест будет переговоры ведутся на самом деле на 523 объект да да и сейчас на текущий момент данного нас он пишет в анапе 23 объекта они сейчас заводятся до согласовываются регламенты подписываются документы то есть должно быть все официально должны мы должны быть профессионалами не как сочи поэтому все сначала подписываем заводим потом реализуем конкретно века или чека на первой базе так так татьяна спрашивает про комиссию если вы из другого региона то у вас уже представим вообще в принципе в тарифной карте у вас представлена окончательная комиссия которую вы будете получать к тому или иному застройщику если это по сочи то это хорошая комиссия и знаю что в некоторых регионах там застройщики платят ну максимум 2 процента и стоимость этих объектов меньше чем по сочи поэтому конечно реализовывая потому кто комиссии которую видите на сайте вы также неплохо зарабатываете при этом из офиса никуда не не выходить с отделкой под чистого что неудобно для переезда так алиса у нас допишет про отделку да действительно большинстве случаев это предчистовая отделка если клиенты желают купить сейчас вот прям переехать это минус это минус но я скажу пока желательно желательно чтобы клиент понимал следующую ситуацию в краснодаре квартиры разбираться горячей как горячие пирожки это не просто высказывание действительно так есть когда дом подходит к этапу сдачи остается не ликвид с высокой ценой если клиент говорит я вот хочу сейчас переехать потому что мы сдается либо сдан стопроцентно что клиент будет очень долго искать мучиться он будет бегать от одни к другим но не найдет то что он хотел изначально да и возьмет то что придется брать поэтому когда у вас клиент есть пытайтесь донести до него что в краснодаре чуть-чуть другой вообще сегмент рынка тут квартиры у нас комплекс выведен там в мае там осталось уже 30 процентов то есть все раскупили сколько три месяца прошло 70 процентов комплекса раскупили это вкб новостройки это площадь на строительство с ремонтом вот поэтому консультируйте клиентов так чтобы они брали более долгий срок хотя бы конец года тогда будет возможность там приобрести скажем так квартиру которые не захотят в их бюджете да с их параметрами в их районе кто не хотят вот и непосредственно можно будет уже попасть под какую-то акцию квартиры с ремонтом сейчас у нас два застройщика результ акцию это югстро империал у нас реализует акцию на гидрострой квартира с ремонтом повторно у нас и по аэска не только и так же у них рядом комплексов и кустой материал который сейчас рисунки то есть а сейчас реализует квартиры с ремонтом по жк ясный вкб новостройки блочное строительство это только с ремонтом вот поэтому найти возможно цена естественно будет больше так про кросс регион я там немножко промотала потому что модератор наш помогают нам отвечают что как раз будет у нас есть почему время вебинара самая рабочая вообще никуда не попадаю алексей обязательно будет запись простите что так получается я думаю модераторы потом оповестят перечень объектов под снос она в открытом доступ доступе на сайте администрации города сочи либо можете обратиться всегда ко мне модераторы дмитрий правильно регулируется миджин то действительно пользуйтесь маджин то читаете это не просто там какая-то реклама это действительно полезно на самом деле я сам по выходным сижу и читаю для клиента который не привязан к работе какой посоветуйте город для жизни геленджик или краснодар мария спрашивать если не клиенты перевод привязан к работе и нужно еще понимать все-таки возраст клиента потому что если это такое активное до население то я бы выбрал геленджик до межсезонье там тихо спокойно но все-таки это черноморское побережье это ну скажем так какая-то своя романтика что ли да вот этот запах моря можно там поехать на рыбалку там на катере попытаться но есть такой минус что если это прям очень активное население которые любят там тусовки до молодежь это больше краснодар потому что город не спит он больше как москва реально никогда не спит всегда есть чем заняться если это люди в возрасте да то в принципе геленджик хороший вариант там тихо спокойно да но летом конечно но это чуть-чуть подождать этот пик туристов геленджике есть еще один минус во первых там нельзя купаться вот 17 18 года так что если это прям мы выбираем спокойно размеренную жизнь то это больше она по ближе к большому душу хотела также добавить вот по поводу этого вопроса есть мне сейчас в работе покупатели которые переезжают из петербурга и сначала хотели сочи а потом а давайте-ка мы рассмотрим геленджик мы большая молодая семья хотим вроде бы и спокойное камерное место а с другой стороны и до краснодара недалеко и до центра такого краснодарского края поэтому по расположению геленджик я бы тоже не убирала из таких вот вариантов как именно очень интересные для пмж да и мне само этом очень нравится маленький аккуратный в каждом городе свои минусы и плюсы он спокойный город на самом деле ровный город достаточно горами конечно это выше мне кажется на там еще нет мы тоже видели тут у нас постоянно комментарии так вот как власти цель до екатерина у нас интересуется это можно выбрать краснодаре для инвестиций до 2 миллиона образно да скажу есть два у нас вида инвестиций потом реализовать эту квартиру либо сдавать в аренду если сдавать в аренду то я рекомендую всегда вкб новостройки это тешево сердитый с ремонтом на самом деле до купили заселили людей там поставили диван потому что там частично уже плита идет в ремонт полная ванная комната то есть подключены поставили диван там поставили стол все сдавать это уже сразу получаешь деньги если это уже у нас идет с целью потом перри продажи реализации то я бы рекомендовал ром xd мелан красная площадь там ценник примерно такой там чуть может побольше поменьше вот потому что это комплексная застройка района и он только начал сейчас четыре литера у них два страны едва вот они сейчас строятся при прошу прощения 3 строится всего 5 литеров но там порядка 30 литеров то есть когда они построить раз будет развивать эту структуру ценник естественно подрастет а так конечно же обращайтесь я думаю более детально и более детально это надо очень много факторов с какой целью и так далее какие привлекательные районы для жизни в краснодаре мария спрашивает мария привлекательные районы возраст клиента 40 плюс а это по предыдущему мария смотрите привлекательные районы все стараются центр на центр расширяется и не только с годами он даже ежемесячно становится как будто город расширяется восточно-кругляковский обратите внимание прошу это рядом с центром я там живу порядка 30-40 минут сколько 30-40 минут до работы вот там есть жилье начинает бюджетного вкб новостройки строят так и для комфорту принципе на все скажем так запросы клиента если мы берем тихую спокойную размерную жизнь и у нас будет свой транспорт у нас не будет какой-то такой привязки к работе до что в центр надо ехать то это гидростроители района более зеленый более спальный там также присутствует как и и бюджетный вариант также и комфорт вариант там непосредственно и рядом река кубань то есть нужно пойти на рыбалку посидеть порыбачить да и просто на велосипедах покататься вдоль реки так что эти тоже нужно понимать с какой цель у каждого комфорт свой кто-то любит активно кто-то там надо близко к работе приехать кто-то наоборот приехал спокойно жизненно из района никуда не выходит я вот только с работы домой домой работал у меня в районе все есть все что мне нужно хотел пошел по парку галлицкого погулять и москве до мария возраст клиента плюс 40 но я бы рекомендовал все-таки это восточный привлековский гидростроители там парк есть хороший солнечный остров там приехать проехать про дачи придется в гидроство то в принципе все районы комфортные везде строятся поликлиники школы детские сады прогулочные зоны нас везде строятся аллеи какие-то зеленения у нас с этим проблем нет как можно присоединиться к стиме маркет про если я работаю как и по как частный релтор так валентин у нас спрашивает валентине я так как тут предполагаю ответить наши модераторы вот нельзя купаться почему нельзя купаться вообще на самом деле да так с семнадцатого года в гельничке произошла технологическая авария именно сливных источников и семнадцатом году там были размещены плакаты по не запрещено сейчас это конечно убрали сейчас нам все чисто но местные да я как один из представителей местных мы не купаемся в гельничке кабардинка кабардинка там круто и местные жители не уезжают в сторону кабардинки до голубая бухта в сторону купаться либо наоборот ближе к скале парус так гляжики все пляжи забита они везде забиты по всему черноморском побережье вот командировки были в анапу мы из анапу ехали поселок витязи вот там кстати тоже активно настраиваются объекты и там тоже все забиты коллеги что-нибудь еще вопросы какие-нибудь пишите надеюсь мы ничего не пропустили так если что-то пропустили то вы нам звоните в общем там прорвало трубу и запретили купаться вкратце вот коллеги если вам понравился вебинар все ставим плюс если что-то не так когда пишем в комментариях наши модераторы все это запишут дадут нам какие-то замечания правки мы исправим добавим более актуальную информацию вот иван молодец ставим до плюсик если у вас есть какие-то частные вопросы заходим нужны вами регион краснодара либо черноморское побережье в правом нижнем углу номер телефона звоним мы проконсультируем вот если у вас есть какие-то еще пожелания проведи провели чтобы мы уже проведем серия вебинаров поэтому предложение пишем ваше желание наши модераторе примут все вашу информацию передадут нам можете взаимодействовать со своим непосредственно филиалами марки про представительности в городах на приходите говорить вот я хочу от краснодара вот такой-то вебинар давайте вот по этому поводу кстати хочется сказать большое спасибо вам потому что вы в первую очередь своими рекомендациями своим желанием сподвигли нас к расширению базы вы своими предложениями теме застройщиками к себе вы хотите работать мы прислушивались мы всех изучили изучили на минуточку больше 120 застройщиков про мониторе про мониторили прозвонили про информацию собрали по ним и и вот из них самые лакомые кусочки для вас мы сейчас вот собственно ведем работу с ними коллеги всем спасибо мы рады были провести для вас этот вебинар вот ну ждем ваших клиентов всего доброго спасибо за вопросы всего доброго